МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, я Кирилл Токарев, и мы продолжаем серию программ по тегам «Гид по инвестициям». Сегодня вновь поговорим про инвестиции в будущее, в перспективные технологии. И вопрос, на который отвечаем, как зарабатывать на технологиях будущего. Ну, прежде чем начать, разберемся, о чем речь-то идет. Техника «Бигдата» и 3D-печать – технологии будущего с большим потенциалом. В них инвестируют в расчете на быстрое развитие и возможный рост котировок. Так, по оценкам консалтинговой компании «Маркетс энд Маркетс», капитализация индустрии робототехники в ближайшие пять лет будет расти темпами 9% ежегодно. Еще динамичнее будет развиваться сектор больших данных. Рост капитализации – 10% в год. Рынок 3D-печати пока самый небольшой из трех по капитализации, но при этом и самый быстрорастущий. Он развивается темпами 20% ежегодно. Сектор довольно разнообразный. Здесь много технических решений, от компактных настольных 3D-принтеров до больших строительных машин для печати домов. Массовыми эти технологии еще не стали, что открывает для инвестора возможность зайти на ранних стадиях развития и заработать на масштабировании. Помогает нам разобраться и в технологиях, как в них инвестировать, как разобраться с конкретными компаниями и бизнесами. А Максим Шейн – главный инвестиционный стратег БКС «Мир инвестиций». Максим, приветствую. Приветствую. И Антон Баринов – основатель «Индекс Капитал». Антон также приветствует. Спасибо, что нашли время. Максим, давайте начнем, в принципе, разобраться. Инвестиции – вообще вещь не самая простая. Абсолютно. Пока пару раз деньги не потеряешь, не научишься. Инвестиции в технологии, в перспективные технологии, пусть даже такие, в принципе, оформившиеся, как 3D-печать, там, бигдата, что мы еще там, роботы. В принципе, еще более сложная, наверное, история. Розничному инвестору, начинающему. Вообще, стоит в нее залезать. Тут ответ очевиден. Однозначно не стоит залезать в эту тему, потому что, во-первых, а, эта компания, ну, скажем так, с капитализацией очень небольшой. Как правило, у них очень маленькая выручка. И там прибыль, скорее всего, отсутствует годами. И непонятно, будет ли она вообще. Отряжать на это большую долю капитала не имеет никакого смысла. И это не делают даже, кстати, крупные инвесторы. А условно, какой-нибудь начинающий человек, который хочет только попробовать и принес там 100 тысяч, 200 тысяч рублей, и засунуть 10 тысяч рублей в какой-нибудь там спланк или еще какой-нибудь там в надежде, что он удесетерится через непонятно какое количество времени, абсолютно не стоит. Гораздо эффективнее на известных компаниях набить себе какие-то шишки инвестиционные и хотя бы как бы в этой теме разбирать. Но есть категория, безусловно, инвесторов, которые сами в этой теме, что называется, рубят. И вот здесь как бы их экспертиза очень им может пригодиться. Вот здесь они хотя бы как-то самостоятельно могут сделать выбор. Но таких инвесторов, знаете, раз-два я обчусь по пальцам, можно пересчитать. Ну ладно, хоть кого-то нашли, кому стоит. А то я думал уже все говорить, что это был гид по инвестициям. Всего доброго. Что скажете? Тоже вот такой однозначно нет история, да? Я не знаю, может быть, мы поговорим, может, какая-то доля в портфеле должна быть у подобного рода компаний. Общий взгляд такой, что стоит, но не сейчас. Мне кажется, сейчас не самый удачный момент. И нужно следить за так называемым хайп-циклом, который проходит каждая технология. У нее есть период какого-то романтизма, эйфории. Потом происходит разочарование в этой технологии, ее начинают списывать. Потом происходит какая-то нормализация, когда технология находит действительно себя в реальном бизнесе и начинает применяться, начинает приносить деньги. Вот за этим нужно следить. Если мы говорим про AI, искусственный интеллект, например, то там с 50-х годов у этой темы было несколько так называемых AI-зим, то есть периода полнейшего разочарования в технологии, а сейчас, наоборот, она на хайпе. И, естественно, оценки супервысокие. Инвесторы ожидают слишком многого сейчас от индустрии. И, скорее всего, это успокоится. Вот нужно следить за периодами разочарования, покупать тогда, когда все разочаровано. Это первое. Второе. Покупать нужно, если говорить про отдельные какие-то акции, то покупать нужно только то, что вы действительно понимаете. Если вы, например, не способны понять, в чем заключается технология спланка и как именно он помогает бизнесам, и чем отличается спланка от дата долг или палантир, то не надо покупать спланка. Купите просто ETF того же ARCA, который занимается инвестициями в Robotics в целом, или в Big Data, AI, и через него отыгрываете эту историю. Но, опять же, в удачный момент. Я согласен про хайп, да, но мы вот сегодня взяли так абсолютно своей рукой, ну, хотя со ссылкой, понятно, на авторитетные источники роботов, давняя, можно сказать, технология, я бы не сказал, древняя, даже можно сказать, ну, роботы во всем макрообразии. Big Data тоже, как бы, вот новая нефть, такая дата, она, ну, прям нефть. Втыкаешь, значит, что-то там в поток данных и начинаешь дико монетизировать эту всю штуку. 3D-печать тоже, уже, наверное, не сказать, что прям вот прям на волне хайпа. Вполне такие вещи, ну, уже сложившиеся. 3D-печать же, все эти фирмы, они стоили бешеных денег в 2015 году, в 2014-2015 годах, вот так называемый хайп. Ну, как бы, и чего, да, там, 40-80 долларов все стоили, сейчас как 1-10, да. Ну, вот там, в последние, там, условно, полгода они выросли, там, в два раза от 10 до 20 долларов. Ну, как бы, это та история, в которую хочет поучаствовать розничный инвестор. Это для тех, кто уже, как бы, какие-то шишечки набил. Ладно, давайте не будем сразу отбивать розничному инвестору, который хочет вот так вот руки, когда тянется комитет. Давайте пройдемся по конкретным отраслям, предлагаю с роботов начать. Робототехника – индустрия, которая сейчас ведет экспансию в самых разных направлениях. Так машинам доверяют высокоточную сборку микросхем, сложные хирургические операции и уборку в доме. Бумаги некоторых компаний-лидеров в своих секторах торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Brooks Automation – американский разработчик оборудования для производства полупроводников и биологических лабораторий. Brooks Automation развивается, покупая перспективные компании. В апреле 2021-го она приобрела Precuse Automation – одного из ведущих производителей промышленных коботов, машин, которые помогают людям выполнять высокоточные операции при сборке микросхем. Капитализация Brooks Automation – почти 5,5 миллиардов долларов. За 2020 год выручка выросла на 14%. Акции за это время подорожали почти втрое. iRobot Corporation – один из ведущих в мире производителей роботов, пылесосов и газонокостилок. За пять лет прибыль компании увеличилась в среднем на 23% ежегодно. В первом квартале 2021-го iRobot увеличил выручку на 58%. При этом в апреле, сразу после выхода оптимистичной отчетности, акции компании просели на 13%. Это связано с новыми рисками, ростом затрат на логистику и возможным дефицитом микросхем в мире из-за падения производства во время пандемии. Intuitive Surgical – производитель роботизированных комплексов для медицины. Сама знаменитая их разработка – DaVinci – робот для высокоточных операций. С 2000 года в мире продано больше 5000 его модификаций. По оценкам Research and Markets, рынок хирургической робототехники в ближайшие 10 лет будет расти на 10% ежегодно, а Intuitive Surgical занимает 80% этого рынка. В первом квартале 2021 выручка компании выросла на 18% по сравнению с прошлым годом, прибыль на 30%. Аналитики UBS включили Intuitive Surgical в число бенефициаров в восстановлении экономики после пандемии. Спрос на роботов-хирургов вырастет, когда пациенты начнут возвращаться в клиники, чтобы сделать операции, отложенные из-за карантина. Котировки Intuitive Surgical довольно быстро отыграли просадку март 2020 года и к апрелю 2021 достигли отметки в 890 долларов. Рекорд за всю историю компании. Про роботов что скажете? Потому что сложившаяся достаточно история. Понятная. Ну, правда, тоже там волатильная, но все-таки. Во-первых, тоже надо понимать немного продукт. Вот, допустим, iRobot, про которого здесь говорили, он производит пылесосы, которые действительно каждый может купить и на себе опробовать. Масс-маркет, в общем-то. Если вам это действительно нравится, если вы думаете, что продукт крутой, что у него есть долгосрочный потенциал, если вы видите похожие фидбэки от своих знакомых, то, может быть, и можно инвестировать в него долгосрочно. Но только мы, допустим, сейчас столкнулись с ситуацией, что в 2020 году все накупили этих роботов-пылесосов, потому что действительно проводили много времени дома, и после этого многие стали от них просто отказываться, потому что этот робот требует, чтобы его почистили, значит, залили туда воду, он не везде проникает, и, в общем-то, он не так сильно убавляет то время, которое вам нужно тратить на уборку своей квартиры. Поэтому сыграть в эту историю в 2020 году был очень удачный момент, когда на рынке был нарратив, что вот сейчас все закупятся этими пылесосами, сидя дома, чтобы не тратить время на уборку и поймать какие-то быстрые 30-40 процентов. Это нормальная история. Сейчас уже все. Сейчас неправильный момент, опять же, потому что мультипликаторы этих компаний – это все там 50, 60, 70, 100 прибылей этого и следующего года. То есть мультипликаторы такие, как будто бы этот прорыв произойдет уже в следующем году, а реально его не произойдет. Мы это видим на реальных цифрах. Таких ребят, которых можно вот в плане производителей роботов купить и держать в долгую, таких пока мы не видим, на рынке. Это вот поймать момент. Есть. То есть уже не так все плохо. Знаете, ловить момент – это дело такое. Можно там… Это надо уметь. Можно такого наловить. Здесь логика примерно такая должна быть. Во-первых, нужно понять, как вы собираетесь заходить. Понятно, что роботы – это однозначно перспективная вещь. 2035-2045 год мы переходим, дай бог, в шестой технологический уклад, а там роботизация – это как бы самая вершина его. И вот здесь нужно понять, как выгоднее заходить в эту тему. Потому что можно зайти напрямую, вы покупаете компанию, у которой роботы производят промышленные и так далее. Например, Rockwell Automation – самая известная, неплохая очень компания, кстати, которую можно брать на перспективу. Или вот тот же iRobot, про который я говорил. Он, с точки зрения оценки, неплохо. Но здесь нужно смотреть, либо мы вот так заходим, либо мы заходим с другой стороны. Мы покупаем те компании, которые будут производить какие-то важные компоненты для всех этих роботов. Сканеры, цифровая обработка изображений, как бы все штуки – датчики, сенсоры и так далее. А смешников еще сложнее оценить или нет, перспективно? Здесь ситуация такая, да. В роботах кто-то может облажаться и, скажем так, потерять рынок, что-то намудрить себестоимостью так, что это будет стоить в три раза дороже, чем у конкурентов и так далее. Там легко наделать дел, дров наломать, скажем так. Но если вы покупаете компоненты, понятно, что всякого рода датчики и сенсоры нужны не только для роботизации, но и еще куча в каких индустриях. Третье – софт. Этим же делом нужно всем управлять. Должна быть голова, которая будет все это просчитывать наиболее эффективно. Можно через этот, так сказать, с этого края, с этого боку заходить. И вот здесь пространство, на самом деле, для маневра есть. Идея понятная, идея хорошая. Согласны вот такой подход как? На самом деле, да. В целом, согласен. Надо иметь в виду, что если покупать в лоб компании, которые производят роботов, то нужно понимать, есть ли у них какое-то долгосрочное конкурентное преимущество. Потому что роботы – это, по большому счету, хард-уэр, то, что называется. Это железяка, которую могут скопировать китайцы и произвести ее в несколько раз дешевле. И вы получите ситуацию типа того, что было с GoPro. GoPro когда-то начала производить хайповые видеокамеры, но потом их тут же начали производить все. И у GoPro не получилось создать никакую экосистему. Вот в этом нюанс. По GoPro я могу вставить свои пять копеек. Про GoPro, знаете, там на самом деле тот, кто внимательно читал проспекты миссии GoPro перед тем, как они проводили IPO, мог там прочитать очень правильную фразу. вернее целая тирада от владельцев, которые сказали, что основной риск для нашей компании, что в очень недалеком будущем все, кто хотят купить, наши камеры купят, и потом мы никому просто их не сможем продать. Либо появятся какие-то конкуренты, которые у нас… Крак-крак, и так и получилось. Так и получилось. И в этом проблема. Когда ты производишь железяки, очень сложно создать долгосрочные конкуренты преимущества. И на самом деле есть и китайские конкуренты, есть и конкуренция среди крупных технологических гигантов. Амазон делает роботов сам для своих складов. Да, завтра кто-нибудь еще зайдет Apple и прощай робот условно. Абсолютно. Ну, я предлагаю двигаться дальше. Еще парочка технологий есть, о которых надо бы поговорить. 3D-печать. Вообще, что там происходит? Внимание. От создания на биопринтере человеческих тканей для медицины и строительства домов до печати деталей и прототипов для промышленности – все это технологии 3D-печати. В этой индустрии есть как совершенно новые направления, которые развивают всего несколько компаний в мире, так и вполне сложившееся производство. Далее о трех компаниях с самой большой капитализацией. HP, известная своими компьютерами и оргтехникой, развивает и 3D-печать. В 2014 году компания разработала технологию для улучшения производительности 3D-принтеров и выпустила собственную модель этого устройства. А еще через четыре года открыла в Китае крупнейший в Азии центр промышленной 3D-печати. HP занимает лидирующие позиции в секторе, хотя это не основной бизнес компании. Котировки HP пережили пандемию без серьезных просадок. С начала 2021-го бумаги подорожали на 45%. Акции HP – дивидендные. За последние пять лет выплаты росли в среднем на 10% в год. Протолапс Американская компания специализируется на создании нестандартных деталей для станков и экспериментальных образцов оборудования. Их делают различными способами, включая литье из металла на 3D-принтерах. Основные заказчики Протолапс – промышленные компании, и падение производства в секторе в 2020 году ударило по доходам. Плюс к этому Протолапс увеличила расходы. В январе 2021-го она купила одного из крупнейших в мире поставщиков услуг по 3D-печати – компанию 3D-хабс. Под влиянием этих факторов акции Протолапс с январского пика в 250 долларов к мае подешевели до 94. При этом финансовое положение Протолапс остается стабильным. Компания демонстрирует прибыль на протяжении 10 лет. А ее выручка за последнюю пятилетку росла в среднем на 8% в год. Materialize – бельгийская компания специализируется на 3D-печати медицинских инструментов и расходных материалов из металла. В апреле 2021 компания открыла в Германии новый производственный центр и объявила о планах по приобретению разработчика программного обеспечения для принтеров Link3D. За последние пять лет инвесторы довольно позитивно оценивали акции Materialize. Котировки росли на 35% в год, выручка увеличилась темпами 13% в год, но по итогам 2020 компания впервые отчиталась о падении доходов, что отразилось на настроении инвесторов. С марта 2021 бумаги Materialize просели почти на 40%. Компания торгуется на бирже NASDAQ, доступна через иностранного брокера. 3D. Что скажем про 3D? Насколько история работающая? Потому что какое-то время назад, с чем мы начинали, прямо на хайпе было. Сейчас дома будем печатать, органы будем печатать. Ну, все будем печатать уже фактически на дому. Ну, пока что-то как-то нет у меня 3D-принтера в доме. Что скажете вообще? Мой коллега, он печатает многие интересные вещи. И на уровне там напечатать какую-нибудь подставочку под смартфон, чтобы удобно было выходить в эфир, это вообще как бы супервешно. Вот игрушка. Но это очень долго, нудно, затратно и так далее. В целом про вот эти все компании. Зарабатывают в этой отрасли единицы, остальные все в минусах таких, я извиняюсь, что, как говорится, не на РБК будет сказано. То есть там о том, чтобы создавать какую-то стоимость для акционеров, там даже близко такого сейчас пока нет. Понятно, что 3D-технологии – это технология, опять-таки, шестой технологический уклад. Это 2035-2045 годы. Хотите ждать 25 лет? Добро пожаловать, да, покупайте какие-то эти компании, смотрите, какие-то из них наверняка выживут. Согласны с таким подходом? И вот из-за того, что мы услышали сейчас в нашем материале, может, есть кто-то, кого можно сейчас подобрать? Я в 3D-печать верю гораздо меньше, чем в роботов и в искусственный интеллект. Мне кажется, это вообще пустышка пока что. Почему? Потому что весь рост 2021 года, который мы видели, он был вызван двумя, тремя, пожалуй, факторами. Первое – это запуск ETF от Кэти Вуд, у которой 50 миллиардов долларов, и все справедливо предположили, что сейчас деньги польются и все увеличится в три раза. Второе – это дешевые деньги в целом в системе, которыми накачан финансовый мир. И третье – это кое-какой импульс, который отрасль получила в 2020 году из-за пандемии. Потому что 3D-печать стали использовать для производства мазков для носа, для производства даже масок. И это подтолкнуло немного выручку этих компаний. Но если посмотреть сейчас на лидеров 3D Systems или Stratosys, они все растут по 6-7% в год – выручка. Они зарабатывают около полумиллиарда долларов в выручке. И рост вот такой вот, достаточно скромный. Тот самый рынок, который все прогнозируют – это 450 миллиардов долларов в год. Это вот на что они как бы нацеливаются. Будет это через 10 лет – большой вопрос. Не, а вот все-таки, вот точка перелома не наступила. Но в целом… Так а вот вы на чем сходитесь? Она наступит все-таки? Она обязательно будет. Тогда, слушайте, тогда сейчас надо брать. Когда они будут показывать плюс 100%, уже позднее. Не факт, что вот эти компании предложат эти как раз новые технологии. Очень часто, знаете, как в старые парадигмы упираются, что в какую-то технологическую вещь. И как бы бурят туда. Но это может оказаться тупиковый путь. Может кто-то предложит что-то новое. Абсолютно, да. Сейчас неправильный момент, опять же. Потому что мультипликаторы этих компаний – это все там 50, 60, 70, 100 прибыли этого и следующего года. То есть мультипликаторы такие, как будто бы этот прорыв произойдет уже в следующем году. А реально его не произойдет. Мы это видим на реальных цифрах. Инвесторы, как и генералы, да, готовятся к прошлой войне, к бывшим схваткам. Так и инвесторы смотрят на то, что было популярно до сих пор, что росло и пытаются это самое покупать. Обычно это самая большая ошибка. Рынок движется циклами. И цикл хайпа на технологические компании, инновационные компании начался в середине 2020 года. И с тех пор все – и блогеры, и тренеры – все стали инвесторами в инновации, инвесторами в будущее и увлекая за собой народ. Это сейчас очень опасно. Все помним, как платформа Reddit, где несколько миллионов подписчиков разгоняла как раз 3D-принтинг, потому что их активно шортили. То есть как раз умные деньги, хедж-фонды, многие шортили всю эту 3D-печать, понимая, что хайп ни на чем. И их порвала вот эта толпа розничных инвесторов, которые стали их скупать. Это тоже сиюминутное явление, которое не будет продолжаться весь 2021 год и 2022. Хорошо, давайте двигаться дальше. Поговорим о технологии, в которую я безусловно верю, несмотря на разговоры скептиков про то, что я имею в виду Big Data. О том, что вот Data есть, да, это золото, но пока как-то зарабатывать на этом круто практически никто не научился. Не знаю, научится, как мне кажется, безусловно Big Data. Индустрия Big Data – это развитый рынок с крупными игроками. Большие данные, топливо для цифровой экономики. На них обучается искусственный интеллект и умные машины. А также развиваются облачные сервисы и платформы для аналитики данных. Три компании с самой большой капитализацией. Oracle – один из крупнейших в мире разработчиков корпоративного программного обеспечения с капитализацией в 224 миллиарда долларов. Больше всего доходов компании приносят облачные сервисы и лицензии на программные продукты. В марте 2021 Oracle вдвое увеличил расходы на облачную инфраструктуру. Также компания повысила дивиденды. После этих объявлений котировки Oracle стали активно расти и к началу мая достигли рекордных для компании 80 долларов. Всего же с начала года акции подорожали на 25%. Большинство аналитиков сохраняют позитивный настрой в отношении Oracle. Но Беркли сомневается по поводу дальнейшего роста. Сразу после достижения рекордной отметки Инвестбанк рекомендовал инвесторам фиксировать прибыль и продавать бумаги. Salesforce – американский разработчик систем для управления бизнесом на основе анализа больших данных с капитализацией почти в 200 миллиардов долларов. Дополнительный доход компания получает от венчурных инвестиций. В 2019 она купила акции Zoom, а через год продала с тройной прибылью. Главным приобретением Salesforce в 2020 стала покупка платформы Slack за 28 миллиардов долларов. Такая интеграция – основание для увеличения клиентской базы. Salesforce стала одним из бенефициаров пандемии. За год ее акции подорожали со 156 до 216 долларов. Accenture – еще один глобальный игрок индустрии с капитализацией в 191 миллиард долларов. Accenture помогает корпорациям адаптироваться к цифровой трансформации и делает ставку на облачные сервисы. За последние три года компания инвестировала в это направление 3 миллиарда долларов, скупая европейских разработчиков. Несмотря на большие траты, Accenture сохраняет низкую долговую нагрузку и наращивает выручку. Компания стабильно платит дивиденды с доходностью около 2%. Котировки растут с ноября 2020 года и сейчас торгуются на рекордных отметках в 290 долларов. – Антон, что скажете про Big Data? Мой оптимизм, он оправдан или нет? Или я немножко здесь сам жертва? Может, хайпа какого-нибудь? – Ну, здесь, по крайней мере, в отличие от 3D-принтинга, есть какое-то содержание. Но я, честно говоря, сам, читая просто газеты и журналы, был того же мнения, что и вы. Но если посмотреть отчеты ребят, которые работают с бизнесом, опрашивают бизнес на тему использования искусственного интеллекта, больших данных, то там очень слабенькая динамика. Гартнер, который как раз рисует вот эти хайп-циклы и отслеживает их, он говорит, что 2020 год – это год перелома для индустрии искусственного интеллекта, после которого хайп-цикл идет на спад. Представляете? А PricewaterhouseCoopers провел опрос лидеров бизнеса, и выяснилось, что 7 из 10 топов говорят, что внедрение искусственного интеллекта и Big Data не дало практически никаких результатов. 7 из 10. А процент тех, кто собирается активно внедрять AI-решения, упал с почти 20 процентов до 4 в 2020 году. Честно говоря, меня это самого немного шокирует, но если почитать, что люди говорят на эту тему, то выясняется, что эта отрасль искусственного интеллекта очень быстро разогналась и сейчас достигла некой такой зрелой отметки, когда стали понятны ее ограничения. И поэтому сейчас, скорее всего, темпы роста немного приостановятся, пойдут на спад, и это может сильно расстроить инвесторов. Поэтому здесь опять же нужно ждать. Ну да, но я бы здесь все-таки немножко разводил искусственный интеллект и Big Data, хотя не, понятно, эта история очень тесно переплетенная, но все-таки Big Data, наверное, как топливо для искусственного интеллекта, она же может обрабатываться колоссальным количеством других методов. Компании, которые были названы в сюжете, это не в чистой воды Big Data. Да, конечно. Это, извиняюсь, Big Data у них занимает 0,5% от всей выручки, от всего бизнеса. И если мы возьмем чисто компании, которые занимаются Big Data, как раз его сборкой, обработкой, хранением и так далее, то здесь мы увидим, что там особо больших капитализаций нет. Это раз, таких гигантских называлось, максимум, что я нашел, это Data Dog, 27 миллиардов стоит. Но и то, если мы посмотрим на прибыль компании, то практически везде она отсутствует. То есть эти компании не зарабатывают ничего. Если мы говорим про Big Data, может, тогда купить фанги какие-нибудь по классике? Они вот, значит, год за годом собирают урожай. Они научились его хранить, там, чуть-чуть тоже тестируют и используют. Может, не надо лезть в узкую историю, вот залезть в фанг какой-то или вот прямо идти взять и… Конечно, это более очевидная история, более понятная и, самое главное, более диверсифицированная. Да, потому что, ну, скажем, чтобы какие-то данные собирать, да, их нужно у кого-то взять, правильно? Конечно. А кто? Тот, кто работает со всякими соцсетями, вот эти свои экосистемы, кто создал Alphabet, Apple и так далее, Amazon. Да, вот компании, которые это делают. Понятно, что они, как бы, вот эту всю тему, ну, скажем так, в будущем на сторону не отдадут, как только она станет прибыльной. А дальше будет что? Вот к этим всем тиродатам и прочим придет Microsoft или какой-нибудь Amazon и вот так даст им тройную цену от рыночной, как бы, все, кто инвестировал, перекрестятся и… Ну, это не самый плохой результат, если тебе дают тройную цену. Ну, штука в том, что инвестиции в фанг – идея хорошая, но только это вряд ли считается может инвестицией в бигдату. Просто потому, что там, действительно, основная выручка либо от рекламы, либо от продажи софта, продажи CRM и никак не от бигдата. Давайте тогда резюмирую. Да, времени осталось совсем немного. Собственно, начинали мы так, в общем-то, за упокой вполне себе, не надо туда идти, а разговор получился вполне себе за здравие. Еще раз, все-таки как инвестировать в эти технологии, если веришь, кому, исходя из какой стратегии и так далее? Основа вот такой. Если вы в этой индустрии как-то задействованы, вы там что-то знаете, интересуетесь, читаете какую-то литературу, короче, вы в курсе событий. Вы можете более-менее прикинуть, оценить, какие компании, какую предлагают технологию, кто будет более интересен. Хочешь купить кого-то, что называется, из производителей видеоигр, опроси пользователей у детей, поспрашивай, кто лучше. Поэтому, если такая есть возможность, конечно, это отличная тема и может быть очень перспективной. Второе. Заходить можно не только напрямую, когда мы покупаем роботов или просто тех, кто хранит данные, но можно идти из боков. Тех, кто умеет очень хорошо обрабатывать эти данные, делает очень крутые выводы, которые никто не делает. Либо те, кто делает какие-то компоненты для роботов и так далее, и так далее. Рецепт следующий. Надо ждать. Сейчас надо ждать. Дело в том, что многие инвесторы, особенно начинающие… Нового долгового кризиса. Не совсем. Инвесторы, как и генералы, готовятся к прошлой войне, к бывшим схваткам, так и инвесторы смотрят на то, что было популярно до сих пор, что росло, и пытаются это самое покупать. Обычно это самая большая ошибка. Рынок движется циклами, и цикл хайпа на технологические компании, инновационные компании начался в середине 2020 года. И с тех пор все, и блогеры, и тренеры, все стали инвесторами в инновации, инвесторами в будущее и увлекают за собой народ. Это сейчас очень опасно. Почему? Потому что у нас в 2020 году закончился вообще большой макроцикл понижения процентных ставок. Когда экономика растет и все хорошо, кризиса нет, тогда, конечно, мы инвестируем в всякие новые технологии туда-сюда. Когда экономика будет схлопываться, и если будет, тогда уже будем инвестировать в соломку. К сожалению, да, будем схлопывать наш эфир. К сожалению, время кончается. Увы, что делать? Максим Шейн, Антон Баринов – это гид по инвестициям. Напоминаю, предложения, вопросы присылайте на investguide.ru в наш телеграм-бот. Всего доброго. Ну и инвестируйте с умом, не на хайпе. Продолжение следует... Продолжение следует...